всем доброго времени суток уважаемые зрители и продолжаю очередный цикл обзоров про интересные спиннинги и палочки и сегодня у меня в гостях вот такая вот интересная палочка от фирмы из знак вот таком чехольчике называется на плейзи answer вот ну что можно сказать видим традиционно для зина как вот такой их не чехольчик черно-белый нас к вернее чехольчик черными белыми как бы сказать буквами написанных не бренд что интересно можно сразу же уважаемые зрители отметить что сам чехол он никак не делится то есть нет разделения по секциям до для самих частей спиннинга да просто такой большой широкий чехол для этих целей и фирмы zinac существуют вот такие вот жгуты резиночки которая скручивают именно палочку таким образом отделяет комель от хвоста видите вот с помощью таких вот штучек сейчас я соберу чехольчик и продолжим наш разговор по данному спиннингу вот разбираем жгутики снимаем со спиннинга времени у меня очень мало надо это все быстрее снимать уважаемые зрители потому что у меня такое подозрение что хозяин этого спиннинга серёга уже в пути и он очень очень быстро его хочет забрать прям горит желанием его срочные опробовать использовать он его долго ждал от этого у меня уважаемые очень мало времени чтоб про него что-то рассказать ну и соответственно мне тоже очень мало времени с ними ознакомиться соответственно это будет как бы внешний ознакомительный обзор и не больше того вот длина спиннинга 274 то есть два метра 74 сантиметра тыс его 10 50 грамм вот они пишут за заявленном тесте вот его длина как я говорил 274 видим что вот такой вот интересный дизайн катушка держатель уважаемые зрители он сделан еще вот с такой контрагаечкой да что которую еще курит контрагаечки это металлическая и основная тоже основная первое что-то не понятно да возможно что и пластик или металл но вторая четко явно выраженная контрующаяся грубо говоря контрагаечка точно металлическая традиционный дизайн для большинства и пола японских палок сделанных в этом стиле это черный бланк блокированный и очень скромная информация нанесена белыми или там серебряными как бы сказать надписями для ручка его непрерывная он примет такие вот надписи уважаемый зритель сейчас вам покажу очень очень скромно честно скажу многим любителям серьезного спиннинга прошу внимание обратить сразу же на конец кумля где под кап тоже ничего нету никакой вставки с модными буквами там с модными всякими разными там этими ну вы поняли да то есть абсолютно аскетичный дизайн отмечаю недавно у меня была палочка вы видели на обзоре вот ямага бланк там тоже все примерно в таком аскетичным стиле палочка это один акту же заточена для ловли в море с берега и тоже заточена под дальний заброс и ловля металлическими приманками в основном дальний заброс выполняется металлическими приманками вот что нужно отметить что ручка сама да как бы сказать она достаточно длинная и под конец имеет вот такой как бы наплыв да с такой частью когда берешься очень-очень-очень удобно я отметил она достаточно длинно чтобы был хват чтобы как бы ну доворачивать палочку прям вообще прям чётенько такая утолщенная мне вот это в руке очень-очень мои руки это очень именно понравился вот этот вот отметить что еще увидим что здесь кольца rg это мурка только узи на к это их не а тема вот кто не знает что такое кольца rg может с этой темой поближе в камеру ознакомиться то есть вот такая вот тема колец одно кольцо вывернута как бы наоборот сюда на меня смотрит да то есть обычный хутак поставят их тут хановую вывернута уж тогда и видно что от расстояния от катушка держателя до первого кольца опять же длинная да и соответственно это мы видим что опять заточена под дальний заброс но вот первое кольцо входное небольшое традиционно а именно вот такой вот мелкая ржишная многие как бы сказать люди у них вот ну как бы понятие такое то есть у каждых у каждого рыболова свои как бы сказать стереотипы тараканы в голове и многие считают что вот это расстояние должно быть максимально большое и входное кольцо должно быть вообще вот такое чтобы туда голова вообще пролазила только при таких условиях спиннинг можно кидать дальше либо очень далеко да ну как там получится но практика показывает я на видео уже мы тестили спиннинги зенаки да и в тесте присутствуют как бы сказать фильмы фирма зенак да вот с таким вот ржишными своими кольцами и кидает она нисколько грубо говоря по длине не уступает несмотря что они вот с такими маленьким диаметром да вот эти вставочки то есть на длину заброса это никак на практике не сказывается вот но все-таки это конечно лучше проверить как осу все будет происходить так хлыст второе колено выполнено со стандартными простыми кольцами но кольца все мы видим сильно сильно прижаты к бланку и на конце да мы видим этом этих колец много 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 у самого тюльпана вот прям еще одно кольцо вставлено их прям часто 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 натыкано то есть вот таким вот образом это видно распределяется нагрузкой ну и скорее всего чтобы кончик он не гулял во время как бы сказать забросом как бы сказать ну и точнее ложил пусть как я понял это больше заточена для точности заброса надо что отметить что еще уважаемые зрители кидаются в глаза что внутренний диаметр всех колец от самого начала до конца он не уменьшается насколько я понимаю он вообще весь одинаковый вот сейчас точно не берусь утверждать они будут а сейчас линейно угловыми приборами все это измерять виде штангель циркуля но мне кажется на глаз что что здесь диаметр что здесь диаметр он одинаковый то есть достаточно большой внутренний диаметр это говорит о том что палочка опять создавалась под дальний заброс то есть мы понимаем что японцы это морская тема это в основном берег для то есть у них все затачиваться под дальний заброс соответственно для металла для металлических приманок вот ну давайте вставим посмотрим как это все сидит видим что здесь опять надо отметить шпиготное соединение шпиготное соединение конечно сразу же определяет уровень спиннинга попробуем одеть это двумя пальчиками не спеша вот так вот раз у меня пальчиками очень тут очень точно догоняется кстати вот она уже плотно идет я думаю пальцами смотрю еще вот еще раз 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 смотрю что доходит доходит хотя вот уже чувствуется уже все плотно но видно так тонко подогнано что еще идет 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 то есть очень тонкая подгонка вот надо отметить вот это ваш пиготного соединения давайте посмотрим кистевой удар облокоть вообще тишина полностью палочка еще вся дрожит вибрирует но полностью тишина шпиготном соединений видите я также могу снять двумя пальчиками то есть тут как бы вообще все в порядке так что хочу отметить строй как бы сказать типичные для таких береговых палок с такой длиной тоже такой фастовый это fast быстрый строй и буквально на обзоре была и мага бланк тоже береговик и я скажу они построю прям очень сильно похоже то есть очень сильно походу похоже потому что японцы видно считает что для берегового заброса это самый такой видно оптимальный строй который будет давать максимальное расстояние дальности заброса да то есть вот этого и строя такой то есть он получается с мягкой средней части вот если даже час буду нагибать смотри виде средняя часть проваливается и даже если посмотреть сам коме смотрите о помедите он даже унес а потому что я сейчас сильно не буду это показывать потому что у человека который уже мчится с этим спиннингом сейчас инфаркт случится он говорит только горит не тряси только тангреб кистевой удар там локтевой только горит кистевой удар по локтю Говорит, не делай, не делай То есть он так переживает за этот спиннинг Ну, то есть чуть-чуть я его тут маленько поносилую То есть видим, что спиннинг с мягкой средней частью И видим, что идет нагрузка в комель Вот Это, опять же, все затачивается под максимальный заброс То, что будет доходить нагрузка до комеля И, соответственно, при вываживании будет работать равномерно весь бланк Удерживать эту сильную морскую рыбу То есть вот такая вот философия таких вот палочек Конечно, такие палки для чего они нужны? Это, конечно, они в нашей сфере будут применяться для рыбалки с берега Дальний заброс для ловли верхогляда Также это подойдет для любителей жереха Кому нужен дальний заброс И, соответственно, металлическими приманками Типа пилькер, космастер То есть это вот как раз идеальные палки Которые заточены именно для таких, по сути дела, вещей И таких рыбалочек Ну, давайте традиционно взвесим палочку саму Посмотрим, сколько она весит Так Ну вот, 167 Вот они, сколько, 168 выскакивает 167 168 Ну, то есть, грубо говоря, една единица прыгает 167-168 Ну, ее заявлено, как бы, ну, как бы сказать, вес этой палочки, характеристики 165 Вот тут 167-168 То есть очень-очень приблизены к заявленным характеристикам, уважаемые зрители Палка выглядит вот реально очень эскетично Так же, как и Yamago Blank То есть очень скромно Ева, кстати, надо отметить Ручка из которой сделана такая Бархатная, бархатная Прям как замша такая четкая Там прям рукой ведешь Такие ощущения очень классные То есть видно, что все очень качественно Давайте попробуем баланс данной палочки Вот у меня сейчас, как бы, большинство моих катушек основных в гараже, да, после рыбалки с Андреем Но сейчас вот у меня есть такая катушечка Давайте взвешиваем ее вес 266 267 Ну, скажем так, 266-267 И посмотрим, как эти 267 грамм будут балансить данную палочку Вот опять же Многие вот люди думают Как-то катушка с большой шпулей Входное кольцо такое маленькое На самом деле нормально все кидает Это уже из практики Смотрим балансик Видим для такой длины 274 Достаточно хороший баланс Катушка-то у нас не тяжелая, кстати 267 Видим, что вот тут до бортика Ну, сколько тут Сантиметров 7-8, да То есть, ну Очень хороший баланс, я сказал Для такой длины, для такой мощности палки 10-50 грамм Вот видите Это очень хороший баланс Вот до бортика Сантиметров Сантиметров 7-8 А, вес Взвешиваем катушечку Чтобы вы, уважаемые зрители, понимали 390 грамм Это Daiwa Tournament Force 3000 390 грамм 390 грамм Сейчас мы смотрим, сколько Она у нас Будет давать Ну, видим Баланс перенесся на целую палку И теперь он на краю, как бы сказать Ручки находится И расстояние от шпули Уже уменьшилось Я думаю, уже сантиметров До 5-4 Вот Видим, соответствующая катушка О, и в руке Прям реально Реально намного Легче То есть Все, спиннинг уже не так Клюет носом Кисть уже не напрягается Ну, я скажу, да Катушку, уважаемые зрители Лучше использовать для этой палочки Вот смотрите Я вам скажу Это в районе От 300 грамм Наверное От 300 до 300 До 9 390 Это вот самый такой Оптимальный вариант Ну, я скажу С биомастером 5000 13-го года SVPG Которые 315 грамм Она будет прям нормально Вот прям хорошо Хорошо балансит палочку Вот этот вес 390 Я скажу Очень неплохо сделано Очень неплохо Первое впечатление Когда смотришь Прям К ручке Я прям вообще взгляд прикован Оторвать не могу Очень удобно Очень классно Особенно этот наплыв в конце И мы видим По локту Она даже как бы Чуть-чуть длиннее Да Вот это как раз говорит о том Что можно Подхватить и довернуть Так Эти палочки Что Ямаго Что Зинак Это наши хабаровские Они останутся в хабаровске Эти спиннинги И соответственно У меня будет возможность Отследить дальнейшую судьбу Этих палочек Ну, а при возможности Может быть При желании Людей Может быть Встретиться на берегу Взять рулеточку Или GPS Отчертить 100 метров Да Ну и конечно же Покидать Так как эти палки Именно брались Для дальнего заброса С берега Да Чтобы ловить На длинной дистанции Рыбу И хотелось бы Конечно Посмотреть Какая палочка Будет кидать дальше Либо концепция Зинака Либо концепция Ямаги Бланка То есть Посмотреть Как эти палочки Будут кидать По факту Но на самом деле Эта палочка Конечно Стоит подороже Чем Ямага Бланк Вот Первое впечатление Очень обалденное Кидать она Однозначно Будет неплохо Ну и Ловить так как Мы видим Нагрузочка Распределяется В комбю Соответственно Она будет И очень отлично Вваживать Сильную Крупную Рыбу Вот Ну что Уважаемые Думаю Такую минимальную Информацию Я до вас донес Почему я делаю Обзоры Вот такие Минимальные На эти палки Хотя Сам ими Ловить не буду Да Потому что У нас действительно На ютубе Внятной Русифицированной Информации Да На русском ютубе По Минимального Обзора По таким Классам Спиннингам Ну просто По сути дела Не найти Вот От этого Хотя бы Как то В минимальном Каком то ключе Я конечно Хочу эту информацию Именно для вас Рассказать Может быть Для кого то Она будет Полезная Ну вот Уважаемые Мое видео Подходит к концу Всем кому понравилось Ставьте палец вверх Подписывайтесь На мой канал Делитесь этим Видео С вашими друзьями До свидания До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует